И хотя конкретно этот главный русский символ с главным футбольным в Увузелой в руках оказался не творчеством фанатов, а всего лишь рекламой каршеринга, это мало что меняет. В день открытия Мундиаля толпы болельщиков со всего мира бесновались и в официальной фан-зоне на Воробьевых горах, которая быстро оказалась переполнена, и около стадиона Лужники, и в самом центре города, на Манежной площади и Никольской улице. А вот автомобилистам из-за праздника и перекрытых улиц, наоборот, пришлось не сладко. Люди пели, танцевали, обнимались и делали селфи. Конечно, не обходилось без курьезов, например, из-за пресловутого языкового барьера. В Россию приехали сотни тысяч самых разных гостей, и далеко не все при этом воспользовались банальным самолетом. Пенсионер из Германии Губерт Вирт, скажем, добирался на винтажном тракторе, а болельщики из Бразилии в Ростове-на-Дону показали журналистам свой дом на колесах из переделанного джипа, на котором уже два года ездят по миру. Командой болельщики начали слетаться во все 11 городов проведения Мундиаля за несколько дней до его открытия. В Екатеринбурге, к примеру, высадились египтяне, а по Петербургу массово гуляют поклонники футбола из Бразилии и Ирана. Вот как выглядел салон одного из самолетов, призывившихся в Пулково за несколько часов до матча Марокко с Ираном. Один из самых дорогих, во всех смыслах гостей, Робби Уильямс. На церемонии открытия ему не позволили исполнить главный русский хит «Party like Russian». Слишком уж неоднозначный образ страны представал в этой песне, зато показать средний палец на камеру Робби позволил себе сам, из-за чего пришлось извиняться американскому телеканалу «Фокс», оказавшемуся самым консервативным из всех СМИ транслировавших шоу. По итогам первого матча российская сборная, которая аккуратно кануне Мундиале опустилась на последнюю строчку в рейтинге «ФИФА», с неожиданным счетом 5-0 разгромила Саудовскую Аравию. Пусть соперник не самый сильный, но болельщикам для ликования вполне достаточно. А для шуток в соцсетях более чем достаточно этой фотографии. Владимир Путин и президент «ФИФА» Джани Инфантино в вип-трибуне Лужников разводят руками перед наследным принцем Саудовской Аравии во время очередного гола в его ворота. В честь победы России соседи саудитов, Объединенные Арабские Эмираты, устроили праздничную иллюминацию на самой высокой в мире башне Будж-Халифа. А в Рунете впервые в истории запрос «Чемпионат мира» обогнал по популярности порно. Еще шутили, что комику Семену Слепакову теперь придется писать новую песню. Перед чемпионатом он спел, что встряхнуть российскую команду способен только Рамзан Кадыров в качестве нового тренера. В далеком 2010-м, когда победила российская заявка, мало кто верил, что вся инфраструктура будет готова к сроку. После аннексии Крыма, а именно так трактуют события 2014-го мировое сообщество, появились новые опасения. Чемпионат отнимут или будут бойкотировать, как когда-то Олимпиаду-80. Буквально в день открытия Европарламент принял очередную резолюцию с осуждением Кремля. В Страсбурге потребовали освободить режиссера Олега Сенцова, а в Москве задержали британского ЛГБТ-активиста Питера Тэтчела, который вышел с одиночным пикетом на Красную площадь, заблаговременно обеспечив себе присутствие иностранных журналистов. Западные лидеры на открытие не приехали, но в итоге спорт все-таки оказался вне политики. Рядовые гости чемпионата, похоже, обратили на все это внимание не больше, чем россияне на призыв депутата Плетневой не спать с иностранцами во время мундиаля. Все это дает России реальный шанс поправить свой имидж в мире, который серьезно испортился за последние годы, считает бывший дипломат и главный редактор «Карнегеру» Александр Баунов. Про начинающийся сегодня чемпионат мира достаточно упомянуть одну деталь. За несколько дней в Россию приедет больше граждан Аргентины, чем за предшествующие 200 лет совместного существования обеих стран на глобусе. 20 тысяч инстаграммов, 20 тысяч аргентинцев своей непосредственностью способны России чары больше, чем множество статей, саммитов и международных конференций. Предсказывать, насколько нынешний спортивный праздник укрепит мир во всем мире, пока, конечно, рано. Но уже сейчас можно сказать, что первое впечатление друг от друга у россиян и тысяч иностранных болельщиков приятное. Андрей Шашков, Сергей Подобедов, Андрей Воробьев, RTVI